Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами снова играем Voices of the Void, и у нас убранная комната. Посмотрите, какая она классная. В прошлой серии я её убирал, а вы можете посмотреть её, если не видели, там плейлист будет внизу в описании. И, смотрите, вы заметили что-нибудь? А? Да. Стул. Вы знали меня все как единственного летсплейщика на Руси, который стоя записывает, но не сегодня. Сегодня я буду сидеть, расслабляться, чилить в игру, которая предназначена для чила, это, конечно же, Voices of the Void. Сегодня, что я хочу делать? Исследовать тайны. Космосы. Исследовать космос тайны. Хочу найти что-то, чего я не находил ещё. Почему сранина, лепнина какая-то? Кто это? Этого я не делал. Этот плакат, по-моему, был нормальный. Стоп! Всё в какой-то земле. Вот я уверен, что если я включу предыдущие видосы, там этого не было. Кто грязь устроил здесь? Какого дьявола? Какого дьяволя? Монстр? Пришелец? Нет? Или да? Хорошо, наконец-таки у нас сейчас прибавятся очки, мы сможем что-нибудь себе купить. Первое, что мы будем делать, это, конечно же, поймаем какой-нибудь сигнал. Вот прямо направо. Есть. Пингуй. Нет, это галимый сигнал. Хорошо, там ещё один был. Вот, вижу. Какой маленький. Впервые такой малыш попадается нам. Опять какой-то сюрприз нас ждёт. Получилось? У нас получилось. Ну-ка, давайте быстренько откалибруем всех наших друзей. СД кол... Калибруем, калибруем. Сиера не отвечает. Надо это сразу пометить, у нас помечено. Окей. Тогда давайте переключаем полярность. Крутись, бич. Вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот. Стой. Сотка. Обожаю такое попадание. Хорошо, теперь частотный фильтр. Есть. Контакт случился. Это даже непривычно записывать сидя. Я чувствую себя скованно. Тем не менее, 99,6. Почти сотка. Скорость скачивания великолепная. Опа, сигнал. Надеюсь, этот сигнал будет содержательным. Юджин. Что? Что? Надо чуть откалибровать. На экране что-то появляется. Есть картинка. Юджин? Юджин, это ты? Да, да, это я. Наконец-то ты на связи. Да, я на связи. Как тебе это удалось? О, я долгое время перенастраивал антенны, чтобы наконец-таки поймать. Интернет, чтобы поиграть с тобой в MMORPG ION CLASSIC. Да, давно уже пора. А то сидишь там в своей глуши. Мы с ребятами начали переживать, что ты увлекся помехами из космоса и больше не хочешь с нами играть. Это мой босс думает, что я увлекся помехами из космоса. Поверь, все это время я ловил спутниковый интернет, чтобы погамать. Красава. Ну так что, окунемся в атмосферу времен расцвета и MMORPG? Это были лучшие времена. Конечно, окунемся. Борислась. Итак, я вхожу в игру. ION CLASSIC. Это классическая версия популярной корейской MMORPG, разработанной компанией NCSoft. Насладись полноценным и разносторонним развитием персонажа. Изучай красочный фэнтезийный мир пешком или на личном маунте. И кайфани от традиционной таргетной боевой системы. И сейчас самое время приобщиться к ION CLASSIC. Ведь в игру завезли шикарное обновление, где тебя ждет новый класс средней дистанции «Каратель», использующий новое оружие, цепные клинки и кожаные доспехи. Данный класс начинает игру в отдельной локации Телос, недоступной другим классам. Стань первопроходцем в исследовании новых локаций, таких как Новые Подземелья, Телос Забытых и Трон Лорда Балауров. Опробуй новые игровые механики, позволяющие собирать различные предметы и получать в награду за это бонусы в виде характеристик или других полезных штук. И это только верхушка айсберга. Новая арена покровительства с командными PvP-битвами, функции чары, создание миссий, битва посланников и, короче, ты должен ощутить это сам. Играй в ION CLASSIC прямо сейчас. Подробности в описании. У нас 28 очков, еды не так много. Может быть, пойти подкрепиться? У нас есть сухой паёк. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мы вот ещё один сожрём, раз есть. Ням-ням-ням. Пока едим, надо есть, какое правило. Вот здесь ещё в холодильнике. В холодильнике были креветки. Ой, вкусно. Ой, вкусно. Чуть банана. О, один раз его можно поесть. Я ведь подскользнусь на ней, да? Да. Обожаю этого разработчика. Я бы его обнял за такие штуки. Я знаю, что я сделаю. Мы не можем выбросить это прекрасное оружие. Мы вот сюда это положим. Нет, мы не сюда это положим. Мы положим это вот здесь, потому что кто-то явно зашёл к нам и насрал на наших стенах. Мы вот здесь положим. 25% загружено. Офигеть скорость. Прекрасная скорость. Кстати, да, у нас таргет Сиера. Нужно идти чинить срочно. Чё там у нас по топливу? Ой, фигово. Погодите. Вот тут немножко есть. Давайте нальём. Вот тут 48. Стоп, погодите. Здесь 6. Давайте уж до конца всё из расхода. На. Налил. Ещё вот здесь подольём. Подольём чуть-чуть. Very good. Скорее. Погнали. Воу. Ах, как я обожаю кататься на этой штуке в этой игре. Сиера, как всегда, находится дальше всех. Мы здесь. Тихо. Откалибруем Сиеру. Что дальше у нас? Чё? Индия теперь не отвечает. Это надо пометить. Индия. Есть вещь, которая меня немножко тревожит. У нас все буквы алфавита. Кроме A и Z. Первая и последняя. Но первая, это, по-моему, наша база. А где же Z тогда? Почему её нету? Это какой-то прикол? Это тайна, которую мы должны будем выяснить? Мне кажется, это какая-то забытая, заброшенная станция. Или тарелка, которую мы должны будем отыскать. Возможно, проклятая. Может быть, она под нами, в том бункере. Чё это такое? Я не понимаю, кого он это делает. Опа, звуки. Я слышал что-то. Я уверен, я уверен, я кого-нибудь встречу. В прошлом выпуске уже было что-то. Мы уже слышали чит и шаги. Все эти звуки не просто так. Калибруем Индию. Откалибровано. Фокстрот откалиброван. Пожалуйста, давайте всё, без косяков. Я устал гонять. Есть. Они все, они все теперь работают идеально. Ху-ху! Да кто там? Кто-то кидается меня чем-то. Как же попасть сюда? Нам нужен явно какой-то пароль. Может быть, в дневниках, которые мы с вами носим с собой, будут подсказки. 36-й день. А какой мы успели прочитать? Сейчас я быстренько проскролю все страницы. Может быть, тут есть цифры? Может быть, есть пароль? К сожалению, нет. Мы точно читали эту. Но теперь почитаем вот эту страницу. День 13. Я не вернусь назад. Выкинул всё к чертям. Кто вообще сюда это дерьмо поставил? И вообще, что это такое? Я не знаю. И я не хочу знать. По крайней мере, я чувствую себя в безопасности. Сегодня был сумасшедший день. Неизвестный объект. Не вижу его на экране. И спускает высокочастотный сигнал. Как будто оно сидит прямо на сенсорах. И очень-очень большой файл посылает. Обрабатываю сейчас. Ожидаю результатов. О-о-о-о-о. Вот это интригует. Это интригует. Он что-то увидел. Я повторю его судьбу, мне кажется. Кстати говоря, вот эта судьба меня не устраивает. Надо это исправлять. Как же мне поступить, чтобы этот перевернуть мусорный контейнер? Он неприятно очень упал. Слишком тяжелый объект. Я знаю, что нужно сделать. Мы его подтолкнем. Это абсолютно безопасно. Давай. Давай. Я застрял? Нет. Все в порядке. 37 здоровья. Ну же. Ну же. Я какой-то фигней занимаюсь, по-моему. Давай, давай, давай. Я и сам это мог сделать все это время. Тащись за мной. Тащись. Хорошо. Вот так. Налево. Направо. Налево. Направо. Мы его затащим к себе домой. Однажды. Я хочу хотя бы просто сюда его подтащить. Близко. Потому что очень далеко мусор таскать. О-о-о. Я не разозлился. Да. Да похрен. Перекатывайся. Ой, по-моему, только хуже сделал. Этого мусора здесь не было. Откуда он взялся? Его так много стало. Как это убрать теперь? Превратим это все в отдельные кучки. Вот. Ты свободен контейнер. Стоп. Нельзя отвлекаться. Оп. Есть. Ой, какой угар. Вот такой какой. Вот как я среди такого огромного прохода попал именно на свою же кожуру. Идеально работает ловушка. Вот. Мы только что ее протестировали. Оставим ее здесь. Так, тем временем. Сохранить сигнал. Играть. Визуализация. Нет. Это ужасный звук, неприятный и неинтересный. Импортируй. Наконец-таки готово. Кстати говоря, я все хочу обработку сигнала как-то использовать, но я не знаю, как это сделать. Модули. Визуализация спектрограммы. Мы уже это прокачали. Автоматическая обработка сигналов. Вот это классно. Это вот то, что мы хотели. Там же какое-то шифрование. Давайте попробуем вставить сейчас еще разочек. Значит, мы импортировали сигнал. Неизвестно 4. Обработать. Мы не можем. Ладно, мы не можем обработать. Нам не дано. Тем временем, давайте посмотрим почту. Доктор Йена. Опять пустое письмо. И доктор Макс. Зачем они это делают? Хорошо, давайте отчет сделаем. Нам нужны отель, униформ и янки. Хорошо, что я решил записывать все хэш-коды. Ой, я так себе жизнь облегчил. Хорошо. Теперь мы срываем эту бумажку. Вот тут ты будешь ожидать. Тем временем, ищем следующий сигнал. Вниз. Вот он. Смотрите. Это прямо от какой-то звезды исходит. Этот сигнал не говна кусок. Я вам отвечаю. Быстрее, надо настроить. Что происходит? Что это? Он что-то слышал. Свет моргнул. Он не просто так моргнул. Я не понимаю, что происходит. Что-то страшное. Меняем полярность. Опять свет мерцает зачем-то. Хорошо, загрузка идет. Вполне себе неплохо. Ой, стало темно. Что там по сигналу? 61%. Очень быстро. Мы за ночь все сигналы поймаем, мне кажется. Давайте откалибруем все. Надеюсь, никто из них не сломался. А, X-Ray. X-Ray в нулину. Что ж, тогда нам нужно ехать на X-Ray. Это же прям какая-то планета. Мы ее прям видим. Сейчас дозагрузим. И потом найдем другой сигнал. Поставим его на загрузку. И поедем за X-Ray. Сохранить сигнал. Почему? Какого дьявола? А вот надо вытащить все. Почему? Ну, явно же он загрузился. Я не понимаю. Это какая-то издевка? Или это баг? Что я делаю неправильно? Если загружено на 100%. Почему он не сохраняет сигнал? Хотя я вижу, что тут что-то еще набирается. 85, 6 статус детектора. Может быть, это надо подождать? Ладно, давайте подождем. Благо недолго. Посмотрим пока в телескоп. А вот что интересненькое увидим. Господи, какие тусклые звезды. А вот это что за пятно темное? Темное пятно, вокруг которого звезды скопились. Ой, я в курить. Я в ную тьму ухожу. Ладно. Как выйти отсюда? Сигнал проясняется, кстати говоря. И это просто пиксели. Наверное, как раз таки сейчас можно будет скачать. Да. Да. Проиграем. Уродливый звук. Как я люблю. И давайте еще один. Мне нравится, как эта игра идеально симулирует процесс жизни вот этого человека, который исследует что-то. Один сидит, втупляет, смотрит, погружается в свои собственные мысли. Либо лишается мысли, как я. У меня их полностью нету. Давайте поскорее. Частоты. Все под настроем. А вот на этот раз поймаем что-нибудь прикольненькое. Получилась загрузка. Прекрасная загрузка. Пять бит в секунду. Нет, а четыре? Мне нравится. Там что, дождь пошел? Пошел дождь. Ну, кто придумал оставить открытым потолок? Ах, да. Икс-рей. Нам нужно починить его. А, кожура. Я знаю, что здесь. Я бы дюйм. Мы пока поедем. Ой, блин. Как плохо видно. Наверное, думаете, что я сумасшедший, раз еду в ночь. А я не боюсь. А что бояться-то? Я уже привык здесь ко всему. Я знаю каждое дерево в этом лесу. Я привык к местной дождливой погоде. Я привык к ночи непроглядной. Да, к тому же, я уже почти что выдохся из силы. Мне нужно напоследок еще раз прогуляться, чтобы был крепкий сон. Без кошмаров. Что? Я знаю эти места, поэтому я именно не упал в ручей. Ой. Ой. В какой-то момент времени нам нужно будет разобраться, каким образом чинить квадрик. Кстати, о починке. Мы прибыли. О, посмотрите, где мы. Вот оттуда мы приехали. Значит, база в той стороне. Где-то вот там. Где мы. Сайт. X-Ray работает. Что, теперь у нас где проблемы? Индия! Мы же только что ее чинили. О, нет, стоп. Неприятно это. У нас начинаются глюки. Но я немножко... О, есть, я могу немножко поесть. О, звуки. О, мурашки по коже прошлись. Я не буду смотреть. Мы вон нахрен. А это что такое? Свет какой-то. Так должно быть. Возможно, должно быть. Ага, это фонарь, обозначающий мостик. Посмотрите. Это Индия. И у нее тарелка прям в землю уперлась. Мы можем забраться даже сюда, получается. А, нет, не можем. Она просто какой-то момент, пока настраивалась, повернулась и в землю уперлась. Из-за этого она сломалась? О, наконец-то. Так, и откалибруйся, Индия. Прекрасно. Просто великолепно. Скорее всего, они еще из-за дождя начинают хериться, да? Значит, у нас все готовы. Все идеально работают. В таком случае надо ехать на базу. Ух, а насос. Ты скачался? Идеально. Как звучит? Уродливо, как всегда. Оп, секундочку. У нас осталась всего одна коробка. Это плохо. Коробочкой закрываем. Листочек прилепили. Отлично. Дрон спокойно заберет наши сигналы, а мы тем временем спать пойдем. Ох, повезло, что сегодня было без страшных снов. Красивый восход солнца. Давайте пойдем посмотрим на него. Почему он с двух сторон как будто бы? Не знаю. А почему эта снова прикреплена? Она всегда была прикреплена? А это что? Откуда ты здесь взялась? Ее здесь не было. Это странно. Слышите? Куча сообщений. Куча. Что? Пусто, пользователь, пусто. А, перестань. Что? И. Тут есть буквы. Мне кажется, надо записывать. И. Ю. С. Ай. Ди. О. Ти. И. Ю. С. Ю. С. Ти. Ай. Это сто пудов загадка. Мы должны ее расшифровать. Ти. О. Ай. Крыша немного сносит у меня. Кажется, мы абсолютно все увидели. Да? Вроде бы. Что ж, детектив Евгений вступает в игру. Он расшифрует это послание. Письмо номер два. Восемь гребаных часов спустя. Я просмотрел абсолютно все эти письма. И понял, что в каждом из них есть одинаковый набор букв. И. Ю. С. Ти. Ай. Ди. О. В разных вариациях. Давайте писать наши варианты. Что это может быть? Студии. Студио. Студио. Аутсайд. Снаружи. Аутсайд. Выйди на улицу. Что у нас на улице? Что снаружи? Здесь ничего нет. Он явно позвал меня на улицу. Еще есть второй вариант слова. Это Тириас. Скучный. Я не понимаю смысл этого послания. Что мне хотят сказать? Я бы сказал, что меня очень сильно озадачили. Что я должен найти был на улице. Может быть нужно было сразу выйти, когда я получил эти послания. Но вряд ли бы другой игрок на моем месте так быстро бы догадался. Я что хотел сделать? Я пойду на крышу. Тут какого-то фига растет гриб. Ведь дело в том, что у нас в потолке есть кишка. Вот она. И вот вторая. Вот третья. Как я могу? Объект нельзя удержать. Может быть я могу его разбить. Так. Значит это непроницаемые решетки. Вот что мне хотят сказать. Ну кстати здесь есть ящики. А в них сухой паек. Похабы. Тебя мы тоже соберем. Это все очень странно. Теперь я все оставшееся видео буду думать о том. Было ли кто-то на улице. Пока я пытался разгадать этот ребус. Может быть он подумал, что я слишком долго его разгадываю. Ему стало скучно. И он ушел. И поэтому второе слово из этих букв. Это скучность. Семнадцатый день подходил к концу. И я исследовал карту. Чинил спутниковые антенны. И внезапно нашел странное ущелье. Такого ландшафта я еще не видел. Я хочу спуститься. Только аккуратно спуститься. Потому что за это время я успел знатно покоцать свой квадрик. 50% здоровья осталось. Смотрите. Прям обрыв. Кто-то ходил. Здесь кто-то был. Убежал. Так. Что это за место? По-любому что-то найдем мы сейчас. Пещера. Отсюда тварь выбежала. Пойдемте. Зайдем внутрь конечно же. Так. Во-первых череп лежит естественно. И что? Я не буду туда лезть. Что там? Я не знаю. Но он не хочет туда лезть. Может быть потому что ночь. Хорошо. Давайте собираем. Однако есть момент который я не смог вам показать. Потому что у меня программа записи видео глюканула. Короче выключилось электричество внезапно. Хотя все мои транзисторы хорошо работают. Трансформаторы точнее. И внезапно по всей моей базе появились вот эти вот штуки. Сначала я думал что это летающая тарелка. Но нет. Давайте мы быть кинем туда. О я даже кинуть не могу. И я разбил. Твою мать. Ладно у нас необычная находка. К сожалению мы туда пройти не можем. И вообще уже давно пора домой. Так что давай поехали. Все эти дни что я скипнул. Помимо вот этого стрёмного случая больше ничего не происходило. Однако как только выключилось электричество. Я... Давайте лучше я приеду на базу. И потом все расскажу. Топливо 5,9. О я на грани. Ох. Чел дымится уже. Смотрите у нашей черепушки появился друг. Вот так будет стоять. В общем да. Страшное событие. Которое к сожалению не могу вам показать. Произошло. Именно в начале дня. Когда выключилось электричество. И стали светить вот эти лампы. И это событие навело меня на одну мысль. Дневник который я нашел. 16 день. Электричество отключилось. Отлично. Ничего не могу делать. Единственный источник развлечения. Это это грязное окно. Я думаю я его очищу когда электричество восстановится. Отключилось электричество. Вы понимаете? Этот дневник является неким спойлером тому. Что будет происходить со мной дальше. Такое ощущение как будто это я дневник писал. И я же его нашел. Такая знаете временная петля. Ну либо со мной происходит все точно по такому же сценарию как и с тем чуваком. И так как это заканчивается 17 день. Начинается 18. Нас ждет. Нет света. Какого хрена? Я теряю свой рассудок в этом месте. Двери закрыты. Они открываются автоматически. Они должны открываться автоматически. Слишком темно ночью. И так тихо. Ладно. Но у меня по крайней мере свет работает. Я могу его восстановить. Ах да. А еще я успел узнать что оказывается хэш коды спутников меняются. Потому что когда я отправлял информацию об этих тарелках спутниковых. Мне написали что хэш коды не полные. И тогда я выяснил что они просто тупо меняются каждый день. И еще я это не записал. Видите здесь желтые лампочки. Дело в том что я нашел их у себя на компьютере. Я не знаю что это за сигналы. Они обычные шумовые сигналы. И я их каким-то образом закачал на диск. Но их почему-то нельзя засунуть в коробку. Поэтому они просто здесь лежат. И собственно все эти дни которые я скипнул. Я пытался собрать немножечко денег. Чтобы купить инструменты для своего квадрика. Сколько они там стоят? Сотку стоит. Я почти что набрал. А что такое устройство для смены пароля? Гениальная идея. Смена пароля. У меня нет пароля для этой двери. Это что за бумажка? Не входить. Я войду туда сегодня. Вот цель. В жопу квадроцикл. Мне нужно всего лишь накопить 200. То бишь еще 105. Я толком магазин то и не изучал. Что еще здесь есть? Камень. Зачем нам покупать камень? Карандаш. Workbench. Чтобы крафтить. Цифровой фотик. А, вот здесь есть фотки же раздел. Есть камера раздел. Стоп. Камера, видите, важная. Это важная штука. Я обязательно все это куплю. Но только после устройства для смены пароля. И думаю, на время придется не пользоваться квадроциклом. Потому что у меня нет денег на топливо. Хочется повеситься. А это что такое? Убирайся отсюда. Кто это написал? Черт, у меня мурашки. У меня мурашки по коже. Я этого не писал. Я не писал этого. Все, у нас есть 4 сигнала. Отправляем. Сейчас заработаем хорошо. Тем временем сразу ищем новый сигнал. Прямо на самом краю сигнал. Придите. Что это? Что это? Что это было? Тварь. Она играется со мной. О, что это? Что это? Что это было? Ты-то в окно постучал? Продолжаем работать. Мы профессионалы. О нет, бургеры. Я хочу кушать. Давайте креветочки сожрем. И у нас новое письмо. Надеюсь, не что-то тревожное. Очки. 45 очков. Отлично, у нас 160. Еще один раз нужно будет отправить. Ромео, Гольф, Лима. Гоу спать. Хорошо, поспали. Наполовину восстановили стамину. Кажется, скачалось. Нет, еще половина. Но мы уже видим, что это газовый гигант. На Нептун похоже. Что ж, пошли к Ромео. Придется идти пешком. Кстати, это 18-й день. Поэтому, скорее всего, у нас будут проблемы со светом. Чтобы этого не случилось, обновим циклы. О, 16 циклов осталось. Хорошо, что я сюда пришел. Кстати, мы же пришли к той пещере. И сейчас светло. Надо сходить проверить еще разочек. Слышите, слышите. Я слышу, но где-то там. Я вряд ли увижу. Они просто играют со мной, эти пришельцы. Эти гребаные пришельцы. Это наша земля. Если я увижу пришельца, я так ему, так ему сдамся. Так упаду на колени. Вот мы снова возле этой пещеры. Блин, я дерничаю. Смотрите, что это. А, все равно не буду туда лезть. А это что такое? Белый, возможно, лунный камень и грибы. Много грибов. Я даже туда посветить не могу. Черт, я так хотел залезть в эту пещеру. Ну ладно, фокусируемся на нашей цели. Устройство для смены паролей. Осталось всего лишь одну посылку отправить. Какой же это геморрой? Разве можно такую работу ответственную, как добычу сигналов из космоса доверять одному человеку? Мне нужны ассистенты, которые будут ходить, чинить вот эти вот все спутниковые тарелки. А я буду просто сидеть за компом, клацать по клавиатуре. Наконец-то я дома. Все хэш-коды записал. Я сильно устал, поэтому не могу бегать. А у нас тем временем сигнал. И нам таких нужно еще три. Звучит как... Как мои мысли в голове. Гольф, Ромео и Лима. Не дай бог они изменят. Срочно надо искать следующий сигнал. Я вот так думаю, если бы пришельцы реально существовали. И посылали бы различные сигналы. То почему бы им хотя бы один разок, но ради прикола? Они же очень умные. У них есть интеллект. А значит и хорошее чувство юмора должно быть. И вот для прикола пукнуть в микрофон. Ну хотя бы раз. Человек бы так точно сделал. Но это низменный земной юмор. Что ты там делаешь? У меня мышка ведет. Почему меня ведет? Что ты там делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это странно. Его здесь не было. Я его не ставил. Так вот, что имел в виду наш чел. На 15-й день пропал Винни. Хотя он со стола исчез. Это не Винни. Ты не Винни! Я закрою дверь. Манекен ходит. Там его сто пудов не было. Я его не ставил. Да, хорошо. Меня уже мутят. Надо бы быстрее. Это возможно меня глючит. О! Смотрите, он исчез. Да, это меня глючит, походу. Потому что я хочу спать. 5% стамина у меня всего. Теперь пусть качается. А мы пойдем спать. У нас сигнал, кажется, скачался. Сотка. Сотка. Звучит так же мерзко. Второй сигнал готов. И знаете, что подумал? Забавно то, что я записываю это видео в кресле. И здесь я, по идее, должен сидеть в кресле и управлять этой станцией. Но при этом я хожу по всей карте. Как будто бы на самом деле все это время я в кресле. Но моя шиза заставляет меня верить в то, что я где-то там брожу по лесу. Сам и слышу странное. Об этом стоит подумать. А еще стоит продолжать сигналы искать. Стоп. Я какой-то звук слышал. Какой-то был звук. Ого! Фу! Это была моя тень. Это была всего лишь моя тень. Испокойся, успокойся. Как же эта игра прекрасно заставляет тебя паранойить. Заставляет тебя видеть всякое. Сигнал есть. Пошли спать. Лучше скипнуть ночь. Чтобы не нервничать лишний раз. О, нет. Я же выспался. Я же выспался. Нет. За что? А может быть, не париться? Типа, мне хорошо. Я знаю, что я сплю. А значит, я могу контролировать сон. Смотрите, я лечу. Ни хрена я не лечу. Ой. Я тону. В молоке. Медленно. Я хочу быстрее. Я хочу встать. О, спасибо. Два часа сорок семь минут. Всю ночь придется ходить. О, что это? Что это? Это как будто кто-то пытался пароль ввести. О! Ты! Ты! Как ты здесь? Как ты здесь оказался? Винни! Знаешь, что я тебе скажу? Иди в ручей. А, блин, ты же деревяшка. Ты умеешь плавать. И он поплыл. Он попытался открыть дверь. И у него получилось. Кстати говоря, это уже девятнадцатый день. День девятнадцатый. Я провалился в люк. Я не знаю, сломал ли я себе ногу. Но, черт возьми, как же больно. Нет света. Не могу ничего видеть. Обновление. Электричество включилось. Попробую выбраться. Он провалился в люк. Там я нашел его кости. Он, наверное, не выбрался. Я не буду спойлерить себе, что будет дальше. Каждый день я буду читать новую страницу. Мне кажется, так интереснее. Кстати говоря, сигнал готов. Естественно. Что там еще я мог ожидать? Еще один сигнал. Всего один. И еще у меня еды нету. И коробок нету. Надо закупаться, в общем. Коробка для дисков. Две штуки. Где-то был карандаш. 20 рублей стоит? Нет. Ни в коем случае. Никакого карандаша. Возьмем пачку креветок. Тако. Банан. Наверное. 43. Твою мать. Как же все дорого. Но ничего не поделать. А. Блин. Мне как отменить? А. Не отменить. Уже мне прислали коробку на халяву. Ой. Что это? Что это? Я на банановой кожуре подскользнулся. Черт. Кто ее подставил? А, да. Я банан когда съел, у меня была кожура. Я ее решил оставить здесь. Чтобы если кто-то захочет зайти, подскользнулся. В итоге кто-то подставил ее мне. Я знаю, куда я поставлю ее. Вот сюда. Чтобы никакой манекен не смог пройти. Какая же эта игра умная. Она пользуется моей тактикой. Против меня же. О. Какой-то звук был. Что-то сломалось. О. О. Что это? Аномалия. Я должен выйти. У меня нет фотика. Я не могу заснять это. О. Зачем я опустил это? О. Зачем я опустил это? Беги, Евгений. О. 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 Оно со мной идет. Дверь открывается ей. Оно не хочет, чтобы я открыл тот бункер. Что это такое? Что мне с этим делать? О. Я не знаю. Я не знаю, что делать. О. Оно идет сюда. Ладно. Это как рой пчел. А значит, боится воды. Я так предполагаю. Прыгай в ручей, Евгений. Вон оно. Вон оно. Оно и правда бьется воды. Я угадал. И как мне быть? Как мне тебя уничтожить? Смотрите, она прямо идет ко мне. Что у меня есть из оружия? Только молоток. Ём аномалии легко. Обращайся в молотко. Мать твою... Где я? Я ведь не умру.